Начинается путь на мировую серию, и знаете, когда садишь в самолет, надеешься, что рядом либо никого не будет, либо милая американская бабушка, с которой можно будет пообщаться на разные околополитические темы, поговорить о том, где лучше в России. Ну а здесь, смотрите, что приносят. Вот это у меня вода, а тут, разумеется, шампанское, потому что у меня вот такой сосед. Нигде от него не избавиться. Дядь, ты говоришь в английском? Просто немного. А ты зачем в Лос-Анджелес летишь? Я тебе потом все объясню. Скажи еще что-то, умеешь в карты играть. Одно из Salt Lake City, куда состоялась моя первая проездка в Соединенные Штаты в 2002 году. Здоровая бутылка, много в самолете, надо пить воды. Сколько вина там и помню? Понятия не имею, он вообще не пьяный. Две, три бутылки. Не знаю, показывать, наливали какие-то копеечки. Но помните, вообще нужно воду пить, а не вино. А кто зая будет напухший? Вот посмотрите, какой я, да? Видно, килограммов 84 отсел. И вот как раз пух зая. Все 128. Четыре я похудел, прилично. Я имею в виду за время в полет. Сел такой же был, как я, вот один в один. А сейчас два раза крупнее. 12 часов в самолете, приземлились и уже выходим. С прибыли мы в Лос-Анджелес. Сейчас скоростью света прошли таможню. Вот нам дали вот такие штучки. Теперь ждем, когда багаж нашли. Ну что, чтобы пересесть на American Airlines, нужно выйти на улицу. Вот он, родной Том Брэдли. Airport. Активное движение здесь. Сейчас пойдем искать наши American Airlines. Ну, у меня два часа до коннекшена, так что проблем нет. С ребятами время расстался. Скоро с ними уже увижусь. Может быть сегодня, а может завтра в родном Рио. Все же делается здесь самому. С помощью вот этих автоматов. Отправляют на чекин именно к автоматам. И вот здесь я обвел все свои данные. И получил бирку на багаж. Поплатил дополнительный багаж. И сам сейчас буду отрывать бирку на чемодане. И наклеивать новую. Ну а вот и прибытие в Лас-Вегас. Здесь легко всегда определить. Единственный город, по крайней мере, из тех, где я побывал. Где выходишь из аэропорта. Даже еще только вышел с самолета. И сразу видишь автоматики. Выдача багажа. Что мы видим? Ну, конечно. И здесь можно покупать. В автоматике. Лучше. 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 Как долго? Действительно. Но, наверное, до конца. Таким месяц и полчаса. Да. В Руссии, вы знаете, мы можем играть в Покере в интернете. Это не как в США. Но мы не можем играть в Покере. Да. Таким образом. Таким образом. Здесь можно играть в Покере. В Неваде можно играть в Покере. Но в Неваде можно играть в Покере. Но это не так. Ну что, вышел я из дома сегодня в 10 утра. Добрался до Рива в 8 вечера. В 8.30. Если прибавить 10 часов, получается в 17.00-6.30. Ну, то есть 20 с половиной часов составил путь сюда. Но он того стоил. Ура! Вот я в столице Покера на это лето. Вот он, замечательный Рио у меня за спиной. Ну, сейчас пойду заселяться. Старый, любимый, знакомый, родной Рио. Хороший такой, дорогой. Пятый мой визит. Дважды мы снимали дом. Один раз я жил во Абдаре. Ну, а после этого второй год селюсь в Рио. Ну, вот обычный ресепшн. Я все-таки даймонд, поэтому пойду заселяться в регистрацию. Для даймондов. Ну все, получили свою законную даймонд карту. И ключик номер можно двигать, заселяться. В общем, похоже, комнату я покажу с утра. Да, потому что выключатель я здесь не ношу. Здесь темно, как, ну, у индейца, да? В его хижине. Как там грел с беглами. Вот так примерно. Реально нет. Может завтра пойду выключатель. Все. Первый день прибыл. 9 вечера. А выехал, как я уже говорил, в 10 утра по Москве. А сейчас по Москве 9, 29 плюс 10, 19. 7 утра в Москве. 21 час пути. Верим, что не зря. Разобрался я с выключателями. Это такие вот милые торшерчики. Ну и вот моя скромная комнатка. Скромный, по-моему, king size кроваткой. Здесь такой шкаф, куда можно сложить кучу вещей. Упс. Блин, не совсем. Ага. Ну, торшер отражается. В общем, это телек. Это телек. Вот и пульт от него здесь. Пульт. Так, вот столик. С пультом от телека. С журнальчиками разными. Ну, в основном здесь. Всякая реклама. Зеркало. Бутылочка воды. Кроватка. Картина Репина. Море волнуется раз. Ну, вернее, это сибирские степи. Так. Не, на Чипенделла-то мы не пойдем. Вина пить тоже не будем. Что еще нам предлагают? Два мужика каких-то. В общем, сплошные шоу. Воду. И опять Чипенделл. Ну, я там уже выступать тоже не потяну в своем возрасте. Так, что у нас за окошком? Вид из окна. Сейчас посмотрим. Ну, вот он. Такой Лас-Вегас. Обычный ночной яркий город. Ну, выйду я, конечно, в какие-то из ближайших дней. Доберусь до Стрипа, где бурлит жизнь. А пока что здесь у нас за окошком тихо. Успел приехать и разместиться. А уже нужно идти регистрироваться в голос. Потому что по 3000 человек играют. Или завтра стресс-то прийти. Вообще даже с diamond-карты не зайти. Первое утро в 6 встал. Несмотря на то, что поздно лег. Да, это называется jet lag. Но чувствую себя прекрасно. Отличная погода. Почти на улице свежо. Сейчас 26 градусов. И прекрасная у меня возможность позавтракать. И слава богу, здесь реажерка открывается в 6 утра. Так что сейчас я пойду в этот Starbucks. На животом баксов. По крайней мере покушаю. А потом пойду наконец-то здесь. Посмотрю, как из себя. Вернее, как выглядит здесь фитнес. Его я видел. Пойду наконец-то по треню в фитнесе. И в 10 утра пойду сегодня играть в Colossus. В свой первый турнир за 565 долларов. Ну, собственно, вот он завтрак. Овсяная кашка. Йогурт лимонный. Это прибамбасы. Разный чай. Не самое дешевое удовольствие. Непривычно. Довольно пустынно. Но только дорожки заняты. Так что сейчас по тренингу начнем дожжаться штаби. Ну что, идем на первый турнир. Колоссу за 565. Я не один такой. Вот через три минуты он начнется. И люди в спешном ритме двигаются в сторону Амазона, Бразилии. Что там еще есть. Еще много залов. Чувствуется атмосфера наступающего праздника. На стол. Все любители. Все любители. Первые два турнира позади. Ну, в колоссе я продержался три часа. А вот турнир Mixed Draw играл два дня. Неплохо складывалось. Было близко. Осталось вот три стола. Три стола, шесть макс. Но, к сожалению, четырнадцать человек у меня за спиной играют. А мне вот дали такой билетик. Пятнадцатое место. Шесть тысяч. Не так плохо. Не такой плохой старт. Конечно же, могло быть лучше, когда ты приближаешься к финальному столу. Ты всегда очень хочешь пробиться дальше. Потому что здесь 6 тысяч, а первое место 130 тысяч. Но, в любом случае, начало неплохое. Есть попадание в деньги. Есть ощущение игры. Есть довольство от того, что сыграл очень хорошо. Очень четко. Ну, возможно, были какие-то технические накладки. Я никогда не играл в A5 Triple Drone. Вернее, когда-то давно не было меня наигрыша в Mixed. Но, в целом, считаю, что отыграл я на 4 с плюсом. Пара тонких раздач, возможно, можно было сыграть чуть лучше. И, тем не менее, это на исход не повлияло. В общем, настрой в порядке. Спасибо зарядке. Болеем здесь за Джесси Мартина, Джеймса Обста. Ну, а вот там у меня за спиной, наверное, так не видно. Вот здесь будет видно. Вот эта сцена главного ТВ-стала. Здесь будет November 9. Здесь завтра будет турнир супер-хайроллеров по 111 тысяч. Финальный стол, который разрывает Элки. В общем, достаточно любопытно. Я играл дважды в прошлом году на этом ТВ-стале. Рядом еще на вот таком маленьком столике. Покажу сейчас. Ну, это Second Feature Table. С него трансляции нет. Задача пробиться в этом году. Опять же, для начала на маленький столик, а потом и на большой. Главное, что кресла вот здесь, видите, такие же, как у меня дома. Так что, верим. Спасибо.